Петербургский особняк Петербургский скажет Очень много, ну очень много Я говорю, ну сколько примерно? Ну 100, 200, а то и 500 Потом я говорю, хорошо подумали Опять молчание И кто-то опять из толпы говорит А может наоборот, очень мало Я говорю, вот, особняков в стиле модерн в Петербурге почти нет Не то, что мало, их совсем мало Потому что в начале 20-го столетия у нас преобладает строительство доходных домов И то большинство этих доходных домов, они закладывались То есть на них брался большой кредит Который многие домовладельцы так до 17-го года и не выплатили Представляете, какая в столице была дорогая земля Конечно, тут опять вопрос стиля Что считать модерном, что не считать модерном Но я насчитал всего 12 особняков в стиле модерн В нашу сегодняшнюю программу войдет 5 Первый наш объект, Рижский проспект 29 Особняк так называемого тряпичного короля Маркуса Вульфовича Зива Построенный в 1905-1907 годах По проекту звезды еврейской архитектуры Петербурга Бориса Ионовича Дершовича Который, кстати говоря, дебютировал в качестве одного из авторов хоральной синагоги А впоследствии занялся частным строительством И построил всем известный доходный дом Бака с воздушными галереями на Кирочной 24 Дом Бака я не считаю вершиной творчества Дершовича Это просто очень раскрученный, растиражированный объект А вот особняк Зива, как справедливо отмечает Борис Михайлович Кириков Единственный пример особняка в Петербурге Который выполнен в стилистике северного модерна Ну и правильно, да? Асимметрия фасадов, господство штукатурки, имитация камня Я замечу, что в левой части со стороны лицевого фасада Напоминающие нам вокзалы Бруно-Гранхельма И даже станцию Ланская Хотя та появилась немножко позже Но в Финляндии такие шатровые крыши Они в национальном романтизме на рубеже 19-20 столетий встречались часто Вообще могу сказать, что это вообще единственный особняк В стиле северного модерна в России, кроме великого княжества финляндского То есть Гершович действительно создает уникальное творение, которое ни на что больше не похоже Ну а владелец его Маркус Зив каким-то образом разместил в этом доме 8 детей Сам он разбогател на том, что торговал трипьем Так везде и написано В Гутуевском острове И, кстати говоря, Зив вроде как приходился дальним родственникам Архитектору Гершовичу Ну, так было принято, что еврей строил для еврея Как-то обычно, в том числе и дом Бака тоже еврейский, по сути, доходный дом Хочется перед тем, как мы посмотрим с вами боковой фасад с зимним садом Поговорить вообще о принципах особнякового строительства Вообще, если вдуматься, что такое особняк На то он и особняк, есть даже такая фраза, да, стоит особняком Чтобы он стоял отдельно Не, так сказать, единую фасаду, примыкая к другим постройкам А именно, что отдельно То есть отдельное расположение Это первый критерий особняка Второй критерий — это связь хозяина и архитектуры Вот то, что уже приближает особняки эпохи модерна Как справедливо однажды отметил поэт Мандельштам Говоря о новом стиле Хозяину не на чем отдохнуть Ему приходится жить не то в церкви Не то в священной роще друидов Метла просится на шабаш Горшок не хочет больше варить О том, что архитектор навязывает владельцу какие-то свои страсти в архитектуре Но, тем не менее, один из постулатов модерна — это связь хозяина особняка и архитектуры особняка Ну и третий, в общем-то, большой пункт — связь внешнего и внутреннего — это перетекание пространства То, чего в Петербурге, к сожалению, нет То есть у нас очень редко прослеживается взаимосвязь фасада интерьера и взаимосвязь внутренних помещений И надо сказать, что если даже особняки в Петербурге были в начале 20-го столетия То их стремились максимально выгодно использовать Или разместить там контору или магазин хозяина Или многие особняки перестраивались в доходные дома Или, если брать английскую набережную, ряд особняков превратили в консульство и посольство То есть, повторяю, что особняки в начале 20-го века невыгодно было иметь Гораздо было выгоднее иметь доходный дом Где самому жить в одной из квартир даже занимает целый этаж А остальные сдавать Особняк Маркуса Зива одно из приятных исключений из этого правила Смотрите, какая свобода форм, свобода планировочных решений Абсолютная независимость от симметрии И, конечно, одним из значимых элементов архитектуры особняков в стиле модерн Является зимний сад Мы, кстати, с зимними садами еще с вами два раза столкнемся В течение нашей небольшой прогулки В настоящее время в особняке Маркуса Зива располагается филиал дома детского творчества Измайловский Название вполне себе привлекательное, вводи экскурсии не хочу Но, как до карантина, так и, естественно, сейчас Руководство приняло решение в детские учреждения никого не запускать И даже родителей пускают не дальше парадного вестибюля Хотя, должен сказать, что в особняке сохранились авторские витражи по рисунку Дершовича Встроенная дубовая мебель Другие элементы лепного декора, тоже частично созданные по авторским эскизам Надо сказать, что Дершович умер задолго еще до революции Успев построить два собственных доходных дома Он скончался в 1911 году Про него есть интересный факт, написанный в Некрологии архитектором Лилевичем Что Дершович был привезен из деревушки Минской губернии скульптором Антокольским То есть, благодаря такому удачному знакомству Дершович стал одним из знаковых еврейских архитекторов Петербурга Строил доходные дома и вот этот потрясающий особняк в духе северного модерна Субтитры создавал DimaTorzok Английский проспект, дом 8 Особняк нидерландского консула Гильзе фан дер Пальса Построенный в 1901-1902 годах Это самый ранний хронологический объект на нашем пути По проекту Иогансена Иогансен тоже голландский архитектор Приходившийся родственником нидерландскому консулу Это был Шурин фан дер Пальса, то есть брат жены Сам Гильзе фан дер Пальс был не только нидерландским консулом Во-первых, надо сказать, что он был одним из директоров фабрики резиновых изделий «Треугольник» И это длинная история Еще в 80-е годы 19 века он подружился с пасынком владельца одной из резиновых фабрик по фамилии Нин Шеллер И таким образом попал в этот бизнес Нин Шеллер почему-то в обход своего пасынка завещал ему свое состояние И таким образом фан дер Пальс раскрутил этот бизнес уже до определенных высот Во-вторых, фан дер Пальс входил в русское музыкальное общество Вообще обожал разные музыкальные стили, покровительствовал музыке И надо сказать, что большинство консерваторских стипендий происходило из капитала фан дер Пальса В здании размещались самые разные учреждения Несколько комнат для детей, разные помещения имею в виду И находилось такое уникальное помещение, как изолятор Где было принято поместить больную жену консула Которая скончалась в 1903 году от тяжелой формы чахотки Но так получилось, что фан дер Пальс содержал и свою многочисленную семью Вывозя ее периодически за границу на отдых И семью своей жены содержал в том числе Ио Гансен, кстати, кроме особняка практически ничего и не строил Есть еще ряд объектов незначительных Но это, конечно, самая крупная его работа Цокольный этаж выполнен из сердобольского гранита Вот остальная имитация камня Это уже радомский песчаник Плюс известный в Петербурге глазурованный кирпич Гигиенический, что здесь вот модерны Это одно из первых применений глазурованного кирпича Такого типа на фасаде Конечно, большая часть стилистики декора Тяготеет к обороченным формам Но, тем не менее, растекловка Вот эта криволинейная растекловка окон На уровне третьего этажа Если считать полуподвальный тоже этажом Вот такие изогнутые переплеты, конечно, уже исполнены в эстетике модерна И надо сказать, что Вот один из постулатов особняков в стиле модерн То, что я вам говорил на первом объекте Это то, что особняк должен напоминать нам О происхождении и профессии его хозяина И в данном случае очень важно подчеркнуть Что дворовые служебные флигели Исполнены в стилистике классической голландской усадьбы Все же не случайно владелец нидерландский консул Давайте за забором посмотрим чуть-чуть поближе Внутрь нас не пустят Там находится военный комиссариат Одно из самых закрытых учреждений нашего города Куда даже проект «Открытый город» пробрался с трудом После долгих лет попыток Дальше нам ходу нет Но, тем не менее, отсюда немножко видно Вот это красный кирпичный флигель Служебные постройки Которые действительно напоминают нам голландскую усадьбу Значительно более, скажем так, древнюю, чем сам особняк Надо сказать, что особняк неоднократно засветился в советском кинематографе И хотя бы там можно увидеть роскошнейшие интерьеры Вообще в доме располагаются самые красивые интерьеры периода модерна Я попробую что-то найти в своих закромах И на врезке показать вам, как это выглядит Потому что обязательно, конечно Ну вот, когда заходишь внутрь Впечатление просто невероятное К сожалению, даже на экскурсиях открытого города Вроде как нельзя не фотографировать Отбирают на входе все, что теоретически может снять Так вот, насчет кинематографа Парадную лестницу можно увидеть в последней серии Шерлока Холмса «Двадцатый век» начинается В одной из сцен А самую красивую детскую комнату Оформленную всякими зелеными растениями Текучими сверху вниз Стеклянными верандами и так далее Потом тоже на фотографиях покажу Примерно как это выглядит Все это можно увидеть в фильме «Господин оформитель» Когда Авилов заходит, в общем Ну, собственно, господин оформитель в комнату Где подозревает жену Грилье в том, что она и есть его ожившая кухня Знаете что? Я вам врезку из фильма тоже покажу И из Шеллока Холмса тоже Так что немножко посмотрим кино А пока мы пойдем дальше Тебе нравится эта вещь, дорогой? Мило Очень мило Сколько мы вам должны? Нисколько Эта вещь принадлежит вам по праву Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, к сожалению, на прошлом объекте я вам наврал Особняк Дильза Фандерпальца не есть первый кронологический объект в нашей экскурсии А первый-таки особняк Форостовского Я забыл, что нам надо и к нему обязательно подойти 1900-1901 год Вообще один из первых примеров модерна в Петербурге Чистый немецкий модерн с характерной башенкой Построен особняк по проекту Карла Карловича Шмидта Главного архитектора семьи Фаберже И крупнейшего представителя петербургских архитекторов Среди немецкой диаспоры Владелец этого особняка Глава крупной транспортно-экспедиторской фирмы Павел Форостовский Фирма прежде всего занималась тем, что поставляли продукты И товары из Великого княжества финляндского в Петербург Надо сказать, что это как раз-таки многофункциональный особняк Вот тот крупный парадный подъезд Это, собственно, контора Форостовского А вот этот поменьше Вел в его крупную квартиру Рядом с этим подъездом арка Пройдя в арку, в общем, можно было оказаться в служебных флигелях Где хранился этот товар И, кстати говоря, Форостовский предпочитал не жить со своими детьми Дети тоже жили во дворе То есть особняк действительно делился на разные структуры Типичный представитель модерна То есть многофункциональное пространство И, кстати, видите, то, о чем я говорил вам в самом начале Что особняк используется не только для жилых целей А более выгодно и контора, и жилье Родители и дети отдельно И склад, все в одном и том же помещении Сейчас в особняке находится представительство Росавтодор Опять же, доступ в особняк крайне ограничен Хотя мне удавалось попасть в свое время Там сохранилось две печи Как видите, восстановлена оригинальная расстекловка С витражными компонентами Но самое интересное Это вот этот зимний сад Второй зимний сад на нашем пути Не просто зимний сад, а целый грот со сталактитами Очень напоминающий грот в особняке Дервиза На Галерной Самое интересное, что все камушки Все ракушки, которые там находятся Привезены лично Форостовским Из его разнообразных путешествий Совершенно удивительно, как так получилось Что в советское время, когда особняк Понадлежал разным организациям В том числе больничным учреждениям, поликлиники Этот грот не разобрали, камушки не разоровали Это действительно кусочек старого особняка Который чудом усцелел в этом здании Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, на Петроградской стороне, в общем-то, больше всего миниатюрных особнячков Их так-то вообще немного, как я уже сказал Но вот на Петроградской можно встретить, конечно Самое известное это особняк Кшесинский И примыкающий к нему особняк Бранта Там, где сейчас находится музей политической истории России И на многих фотографиях, в неавторитетных пабликах Очень многие путают особняк Кшесинский И вот это, на мой взгляд, более удачное сооружение Бывшая лицейская улица, ныне Ренгена-9 Особняк путейского инженера Сергея Николаевича Чаева Вернее говоря, один из его особняков Другой его дом, такая вот дача Ротонда Построена на Каменном острове И то, и другое, вот в том числе и этот дом Строил военный инженер Владимир Петрович Опышков То есть представьте себе, военные инженеры Они тоже могли спокойно заниматься частной практикой И в данном случае чувствовать себя полноценными архитекторами-художниками Кстати говоря, Опышков принимал участие в строительстве Большевоксинского моста Или моста Петра Великого Но вот это, пожалуй, что среди частной практики Среди его особняков самое удачное творение Тоже с элементами глазурованного кирпича Как я уже часто этот термин применяю Гигиенический или санитарный модерн При этом в качестве разнообразия еще синяя отделочная плиточка Мы сейчас вот с Андреем проходили мимо Первого Меда Там современное здание, тоже отделанное точно такими же цветами Мы тут сообразили, что модерн, оказывается, и на позднесоветскую архитектуру Тоже мог повлиять Но окружающая архитектура всегда, в общем, оказывает какое-то влияние на новые сооружения Ну и, конечно, элементы дикого камня Вот этот вот рваный гранит присутствующий Ближе ко дворовому корпусу И выходящий на лицевой фасад на уровне первого этажа Сергей Николаевич Чаев прежде всего известен Ну, как я сказал, он был путейским инженером И много средств и сил вложил он в строительство Транссибирской магистрали Вообще занимался южными железными дорогами Вот, и был крупным меценатом Здесь он проживал со своей супругой Но практически сразу после революции, когда особняк был национализирован Здесь, в незапамятных времен, находилась томатологическая клиника, которая работает до сих пор И вот совершенно замечательная эта винтовая лестница, которая замыкает вот этот барельеф со всадниками Используемый и в других работах Опышкова Тоже модерн, вот с элементами неоклассической архитектуры Детали, конечно, из классики Ну, а сама асимметрия формы, вот эта миниатюрность, сказочность Она, естественно, из модерна Должен сказать, что в строительстве особняка принимал участие не только Опышков Но и нашумевший архитектор модерна Федор Иван Шлидваль Который в 1907 году достраивает зимний сад Давайте его посмотрим со двора Вообще у здания очень необычная планировка Иногда в некоторых источниках называют эту планировку перечеркнутой изнутри И, в общем-то, вот тот самый зимний сад, который появился еще при первоначальном плане Но потом был несколько модернизирован по проекту Лидваль В сасворстве еще с одним архитектором по фамилии Рославлев Вот тут, кстати, есть и детали декоративного модерна Знакомые нам женские масочки, растительные линии То есть это такое вот сочетание неоклассики и модерна в единое целое А следующим номером мы с вами увидим действительно особняк, который на 100% особняк На 100% модерн и, на мой взгляд, вообще лучший пример особнякового модерна, который есть в Петербурге Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пятый и заключительный объект на нашем пути Особняк Савиной и Молчанова на улице Литераторов Надо сказать, что это опять фу Я не могу больше за это надо сказать Особняк Савиной и Молчанова на улице Литераторов Мария Гавриловна Савина известна как актриса императорских театров И, в общем-то, основательница Дома ветеранов сцены на Петровском острове А ее супруг Алексей Евграфович Молчанов Пятый и заключительный объект на нашем пути Пятый и заключительный объект нашей сегодняшней небольшой прогулки Особняк Савиной и Молчанова на улице Литераторов 17 Мария Гавриловна Савина, актриса императорских театров И, в общем-то, основательница Дома ветеранов сцены на Петровском острове Ее супруг Анатолий Евграфович Молчанов Находился в должности камергера при высочайшем дворе Отсюда и знак, замыкающий вот эту башенку Ключ Знак камергера То есть он имел личный доступ в императорские покои Это и означает ключ от императорских покоев Это действительно чистый модерн Вот наши предыдущие объекты Особняк Гильза Фандерпальса был с элементами барокко Особняк Чаева был с элементами неоклассики Особняк Форостовского одновременно был и конторой А в данном случае чистый особняк в стиле модерн Без единого классического элемента И предусмотренный исключительно для жилых целей К тому же стоящий, как полагается, отдельно Единственное, что есть, это веночки Они все равно там находятся на уровне второго этажа По центру фасада политераторов У дома есть все, что полагается в модерне Глазурованный кирпич, керамические западные вставки На уровне второго этажа целый фриз Который отсутствует с другой стороны Большое количество лепного декора Строил этот особняк архитектор Гейслер И, как я всегда говорю, в основу этого строения Легла постройка архитектора Калмыкова в Москве В районе Сокольники на 3-й Рыбинской улице 22 Покажу на врезке Ты зачем это сделал? Да, особняк по проекту Калмыкова на 3-й Рыбинской 22 в Москве В районе Сокольники Я вам покажу на врезке в конце репортажа Чтоб вы имели представление, откуда растут ноги То есть Гейслер, скорее всего, именно оттуда и взял Типичный московский особняк Вот Москва на 100%, традиции Шехтеля, Кекушева Все легли в основу особняка Савина и Молчанова Единственное отступление от московской традиции То, что вы ни в жизни не увидите в Москве А у нас и в Великом Княжестве Финляндском Запросто можете встретить Вот видите, на уровне второго этажа Ну, если считать полуподвальный тоже этажом Там окно Омега, характерное для модерна А в нем наборный витраж Там ладья, там какое-то войско Это витраж сюжета эпоса Калевала Сохранившийся до наших дней Вообще интерьеры там есть Хотя они в достаточно плачевном состоянии В 90-е годы там были всевозможные офисы А сейчас, насколько мне известно Особняк принадлежит частному лицу То есть это прекрасный финал нашей экскурсии Что вот действительно, мало того, что это полноценный особняк Чистый модерн Отдельно стоящий Асимметричный С глазурованным кирпичом С керамическими вставками Так и до сих пор он остается Особняком, предназначенным исключительно для живых целей Субтитры создавал DimaTorzok Ну спасибо, друзья И до новых встреч Любите особняки Любите модерн И все остальное тоже любите